День Победы. Главный праздник страны собрал на главной площади Городца сотни жителей города, которые, несмотря на холодную погоду, пришли сюда отдать дань памяти ветеранам Второй мировой. На фронте Великой Отечественной войны из Городца ушли более 11,5 тысяч человек. 4706 домой не вернулись. Сегодня тех, кто на себе испытал все тягости фронтовых будней, в городецком округе осталось только трое. Среди них Василий Яковлевич Курицын, участник освобождения Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. Великий праздник, который очень тяжелый достался России матушке, но однажды мы быстрые. Помните День Победы в 45-м? Вполне. И добывать это невозможно. При любых условиях, обстоятельствах, а также в дальнейшем жизни. Участники Великой Отечественной, а также труженики тыла, дети войны. Все они хлебнули горе военного лихолетия. И каждый из них хранит память о тех нелегких испытаниях, которые выпали на их долю. Родила станица Николаевска, Дегорский район. Вот. Северная сеть, Алания сейчас. По маминым словам, мне было два года. Девцы у нас жили в доме даже. Рубинский офицер злюка, зле немца. Немец динщиком был. Ну что, три месяца они у нас были. Память тех, кто верил, что вернется. Кто бился до последнего вздоха и кто не дожил до сегодняшнего дня, участники торжественного митинга почтили минутой молчания. Память тех, кто вернется. Это прадед моего прадеда Рыберка Яковлевич. Он родился в Николаевской области, город Каховка, в 1907 году. Воинский путь начал в 1922 году, когда ему было 15 лет. Прошел всю войну, дослужился до подполковника. Закончил воинскую службу в 1953 году на Сахамине. Потом переехал сюда в Городец. То есть работал уже в военкомате непосредственно здесь. Также он служил в 1033-м артиллерийском полку 120-й остряковой дивизии. 9 мая – это священный праздник, священный день, который на самом деле в сердце у каждого россиянина. Потому что почти в каждой семье есть дед или прадед, который прошел войну, который вложил свои силы, свое здоровье, свое сердце, свою веру в священную победу 45-го года. Мой дед Бальзамов Леонид Васильевич прошел всю войну, жил в городце. Все конкретное можно узнать в музее Городец на Волге, где ему посвящена отдельная комната экспозиции и подробно расписано про имеющиеся награды и про его жизненный путь. День Победы – один из главных семейных праздников, который переходит из поколения в поколение, который формирует наш культурный код. Русскому человеку свойственно помнить. Поэтому сегодня с нами те немногие ветераны, которые видели войну своими глазами, которые подарили нам жизнь и красоту. Но те, кого уже нет, остаются навечно в наших сердцах. Русскому человеку свойственно любить. Поэтому сегодня с нами самые близкие люди, с которыми мы разделяем радость победы и скорбим об утрате павших. И русскому человеку свойственно прощать, как учит нас наша вера. Увы, этим пользуется враг, который поднимает из обвения позорные страницы своей истории и снова сеет смерть и ненависть на нашей земле. Но мы сильны и мудры, чтобы, забыв корысть, снова собраться единым фронтом и отстоять то, что ценим – память, любовь и веру. Будем же достойны памяти Великой Победы 45-го и той Победы, которую нам еще предстоит заслужить. Вперед! К Победе! В этот день на площади в Городце также приветствовали участников традиционного легкоатлетического агит-пробега, который проходит по маршруту Городецка-Вернино-Семенов-Линда-Городец уже 28-й раз и молодежные велоэкспозиции «Наследники Победы». Мы с нашей командой решили поучаствовать, потому что память о всех тех, кто сражался в Великой Отечественной войне – это очень важно. Несмотря на такую погоду, нам надо почтить их имена и помнить их. В честь победителей торжественным маршем прошел Парад Победы. В его строю личные составы Городецкого пожарно-спасательного гарнизона МЧС, межмуниципального отдела МВД России Городецкий, пограничники, десантники, ветераны боевых действий, обучающиеся Городецкого губернского колледжа, сводный юно-армейский отряд и отряд маленьких патриотов из дошкольных учреждений, а также специализированная техника служб экстренного реагирования. А символ Великой Победы, легендарная Катюша, возглавила автомото-пробег «Спасибо деду за победу». Среди участников пробега памяти ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, те, кто проходил службу в воздушно-десантных войсках, в войсках спецназа, являясь достойными защитниками своего отечества. День Победы, День Победы, Порохом пропад, День Победы, Это праздник, Синедою на лисках, Это радость, За слезами до глазах, Это праздник, День Победы, День Победы, День Победы, В завершении митинга его участники возложили венки и цветы к Мемориалу Победы, тем самым отдав дань памяти своим родным и близким, не вернувшимся с войны.